Как вы устроите отношения с мужчинами? Ой, какой вопрос. Даже Елена Григорьевна не знает ответа на этот вопрос. С Марсом в Тельце. Я думаю, она бы сейчас ответила цитатой из Шарикова. Мы душили-тушили этих мужчин с коллекцией Марс в Тельце. Душили-тушили, да. Ну, а давайте из философской плоскости уйдем в практическую. Вы были замуж? Не была ни разу. Молодец, как Степаненко идет на похвальную грамоту от инспекторов. У той Южной в Пятом осталась без детей. А вот у Марины в Седьмом, и она не была замужем. Но мне видится, что главная проблема не в Южном узле, а главная проблема в прекрасной звезде в Веге, которая находится на Меркурии, и которая дает человеку все чудесное, кроме разве одного. Склонности к одиночеству. И поэтому здесь нужно выключать Вегу. Если Марина принципиально хочет решить этот вопрос, хотя Марина уважаемый представитель поколения семидесятников, которые в принципе не могут спокойно жить в браке. А тут еще звезда Вега. Надо ли ее выключать? Это тоже большой. Сейчас мы ее выключим. Марина сразу выйдет замуж. И инспектора примут ее тепленькую. Южный в седьмом доме. Инспектора привыкли в тепленькую. Это все вопрос в Московске. Хотя грустно, Юпитер в Тельце в седьмом могла бы быть счастлива за богатым очень человеком. Ну да, ну луна там еще вреднющая. В тридцатом градусе, как у Степаненко. Только знак не козерог, а весы, но луна в терминальном градусе это всегда ох, как вреднющая штука. У кого луна в терминальном градусе? Ух, как вреднющая штукенция. Вы с мамой живете? Ну вот. А мама пожилая? Ну или относительно? Относительно. А мама пристроенная? В смысле, папа, папа будет. Папа пристроенная. Слава богу. Хоть это хорошо. Хоть тут нет плохого. Мама замуж. И бог с ней, главное, в тридцатом градусе. Но главное, что мама замужем. Что эта проблема хотя бы не везет. Ну а в остальном надо звездовку. Как выключать, вам расскажет астролог. Это вот вы кто? Подруга ваша. Вот ваша коллега скоро этому научится. Расскажет, как выключать. Да. Расскажет, как выключать бегу, и тогда что-то сдвинется. Ну а если всерьез, у вас были в жизни романы, увлечения? Конечно. А в нем тоже с людьми отношений не было. Ну, отношения были, но они всегда очень короткие. Очень короткие. Коллеги, это века, по-прежнему века. Века на Меркурии внушает, внушает, лучше быть одной. Одной спокойнее. Хочешь какао пьешь, хочешь кофе. И не надо угождать никому. Подходите спрашивать, милый ты что будешь? А милый не в духе. После вчерашнего пища, но пить не хочет. Поэтому лучше быть одной. И Луна тут в 12 доме, а Венера в 3 и у нас уже еще 75. 75% тут еще. Мало того, что века тут все мозги искрутила на тему одиночества. еще 75% безбрачия. То есть гороскоп есть такой сопротивляющий. Надо начать с веки. Веку выключим, потом посмотрим все отжалили. Вот. Не попадались пьющие кавалеры? Все трескнут. Слава. И вы трескнете. Слава. Ну да, молголь на куспиде восьмого. Это пьяным хирург будет. Но дай бог, чтобы Марина никогда не попала в хирург. Да. Так что все будет хорошо. Не расстраивайтесь. Давайте выходим. Не расстраивайтесь. Надо начать с веки. Потом приходила с дочкой. Сколько у вас детей-то? Кое всего. А то мы всех приняли. добрый вечер. Представьте. Здравствуйте. Меня зовут Петр. Петр. Очень приятно. Петр, когда вы родились? 24 марта. Так. О, да. Хорошая. Конечно, дуб. год, прослушайте. 2006. Время? 18.40. 18.40. И место? Москва. Москва. Ну, друиды. Смотрите. Дуб. Петр. Да, дуб, конечно. 22 марта. И имя хорошее Петр значит камень по латыни. Отсюда петрограф и петрография наука о камнях. И Петр, конечно, в этом смысле я думаю с таким именем еще и дуб. У Петра все должно сложить под солнце на северном узле. Петр либо сам знаменитостью станет, либо в будущем женится на такой знаменитости. Но это все в будущем. А сейчас какой у вас вопрос? Пожалуйста. Вы сейчас в каком классе? В шестом. Смотрите, Петру сейчас 12,5 лет. Ну, конечно, вопрос немножко преждевременный, но если брать, например, МЦ, оно в раке, управитель Луна, и она находится в третьем доме в соединении с Плутоном. Поэтому, как один из вариантов, и Меркурий в шестом на Уране, как один из вариантов, я бы видел педагогику. Но, повторюсь, это пока приблизительно как один из вариантов. То есть, Петр мог бы в перспективе стать, если бы он поступил после окончания школы в педагогический, был бы прекрасным учителем. А? Автотранспорт тоже можно, Меркурий в рыбах. Вообще, вы английский, у вас что в школе, какой язык? Иностранец. Английский. Как у вас языков? Дальше. Ну, нет, я понимаю, но у вас есть успехи в языке? Нету? А почему? Должны быть. Или так плохо у вас учат? У нас учительницы. Учительницы меняются. Вот как обидно, коллеги, золотые годы проходят. В Меркурии это в рыбах. Учительницы меняются, а он мог бы овладеть языком на, иностранным языком любым, на высоком уровне. На высоком уровне. А автотранспорт в принципе, да, злющий Меркурий у правителя МЦ в третьем доме. То есть, надо, если брать как бы инженерную стезю, ну, смотрите, для инженерной МАДИ, например, да, МАДИ, но для инженерной стези нам обязательно нужна хоть какая-нибудь планета кизматовская в одиннадцатом доме. А одиннадцатый дом пустой. Немножко в минус. А? Да, Меркурий в соединении с Ураном. Но вы помните всю прошлую зиму эту тему штудировали про ВУЗы? Нельзя, чтобы профильный дом был пустым. Нельзя поступать, все, кто хочет поступать на физма, на программиста, в инженерный ВУЗ, обязательное требование не пустой одиннадцатый дом. А педагогически это третий дом, а там две планеты, одна из которых у нас. А вы бы видели себя, если пофантазировать в будущем педагог-учителя? Нет, значит, со школой не повезло. А номер школы можете сказать? Ныграл. Ныграл. А у нее нет номера, да? 505-90. А это спецшкола какая-то? Просто она так называется. Так, это школа пятерка, 590, а он семерка. Ну, так для его потенциала слабенькая школа. Его потенциал выше, чем может дать эта школа. Он уже язык в хорошем месте бы за выпускной класс бы уже знал. И еще что-нибудь. А математика сидит. Вот ему как с математикой? Хорошо. Хорошо, да, Меркурий-Врейбов, конечно, да. Но все равно школа слабенькая. Ваш сын с большим потенциалом, чем может дать эта школа. Нету там ничего посильнее в округе? Нету? Подумайте. Но это вопрос не сиюминутный, но у вас очень умный мальчик, я сейчас обращаюсь к маме, а школа для него слабенькая. Вы поняли, почему слабенькая? Он семерка, а школа пятерка. На две позиции слабее, чем он. То есть в другой школе, более сильной, он бы, конечно, продвигался очень хорошо. Но если не брать автомобиль и педагогику, что еще можно говорить? Журналистик. Журналистик. Ну, третий дом, да, заполнен. Меркурий в шестом, да, писательство, журналистику. Вот только Ирида, правда, в седьмом, но с другой стороны, она недалеко от солнца и узла. Вам нравится писать? Нет. То есть литературу вы не очень понимаете. Математику больше. Ну, коллеги, тогда мы все-таки пододвигаемся в сторону математики, но педагогически, ну, пройдут еще годы, да, подумайте об этом, педагогически это хорошая стезя, и по своему типажу Петр, вот он же дуб, и его ученики будут слушаться. То есть он мог бы стать... Что надо в бутоне? Попробуй такого не послужить. Правильно, вот и очень хорошо, то, что надо, то, что надо. И в то же время асцендент в весах, он интеллигентный, таксичный. Математику в техническом вузе преподавать, Марс 9. Или так, да, но не связан Марс с 6-ым и 10-ым годом. 6-ым, правиль 5, 5-ый, 6-ым зацепленный. Он стал сейчас какой-нибудь медийный компьютер, математикой, да? медийный, но медийный, да, но это уже детали, это детали, а поступать на математику на 11-ый допуст. Я бы допустил математику, но в педвузе, вот так, заехать через третий, да, чтобы это был педвуз, а там может быть и математика. Ну, или язык, конечно, язык, здесь просто просится язык, просто просится язык, а школа не позволяет языку реализоваться. Нет, там надо складывать, там надо складывать. В общем, вы подумаете, если какие-то посильнее школы, ваш мальчик теряет время в этой школе, теряет время, ему нужна более сильная подготовка, потому что он может более сильный брать, более сильные нагрузки. Смотрите, Меркурий-то у нас какой, всего 24%, почти стационарный, вы же знаете, чем ниже или выше скорость Меркурия, тем потенциал интеллектуальный выше, у мальчика очень высокий потенциал, очень, а школа просто съедается время и все. Так что мама озадачена. Думайте, педагог, программист, математик, иностранные языки. Ну, или автодорожный, тут тоже как вариант, хотя педагогика была бы лучше. Так что желаю вам удачи. Да, Петр, а вы отлилимские вопросы. Возьмите, пожалуйста, микрофон, представьтесь, как вас зовут? Лариса. Лариса, очень приятно. Лариса, когда вы родились? 05.03.1951. 5 марта 51 года. Время? 7.32. 7.32. Прекрасное место. Это Кировская область, поселок Латинск. А райцентр? Лужский район. Лужский, да? Луз, Луза. Луза. Ага, вот, Луза, Кировская область. Давайте возьмем Лузу. Итак, Лариса, пожалуйста, какой у вас вопрос? Ну, у меня вопрос какой? У меня вот спокойно здесь. Вот видим, коллеги, что такое. Что-то не так, что ли? 60. Молодцы. 60-е параллели. Прямо 40-е соком. Но все равно ноги останутся. Я бы хотел за студент водолея зацепиться, но вы видите Лариса из палочки и сразу проопорно-двигательный. Но зоркий глаз нашей выпускницы сразу увидел, что должна быть равна тонная система. Молодец. А это ваши гости? Он молодец. Да. А вы кто? Она вам кто? Мама. Это ваша мама. Ну, что же вы молчали? Тогда я хочу выразить вам свое восхищение вашей дочерью. Спасибо. Сказать, какая она молодец. Она окончила нашу школу, этим летом получила диплом. И сама мама скольких? Троих. Троих детей. Троих. Да. Ой, прекрасно. Да, ну тут асцендент в рыбах у нас, коллеги. Ну, конечно, на ноги удар идет сразу. Итак, давайте поподробнее. Не только ноги, дело в том, что у меня весь опорный двигатель направь разрушается. Мелкие суставы, крупные суставы, позвоночник и связочный аппарат. Вот, коленные суставы уже натирации, то есть там уже спасать нечего. Спасать нечего. Остальные бы спасти. Вот, что делать? Что делать? А это есть какой-то диагноз или как он называется? Можете сказать? Ну, как звучит? Допустим, они пишут нахозы второй-третьих сниг и восемь суставов. Нет, может, ко всем диагнозам вот как сказать. Нет ли какого-то системного заболевания? Официальная медицина системная заболевания не ставит, анализ в гонии. Они официальная медицина ставят степенную заболевание связывается в связочный аппарат. Понятно, понятно. Коллеги, всех суставов артроз не бывает. всех суставов артроз не бывает, а то как бы мы бы все жили, если бы у нас был артроз, а я поясню, артроз это хроническое воспаление и действительно разрушение суставов. Но бывает тазобедренный, у кого коленный, ну, чаще всего, но всех суставов. Это тогда нужно думать. Включая мелкие. А сатурнианс заболеваний и медицина как бы официальная с неофициальной не сошлись. Я думаю, системное заболевание есть, потому что есть Тау-квадратура в кардинальных знаках. Да, и даже коллеги мне подсказывают две Тау-квадратуры в кардинальных знаках. Я думаю, что неофициальная медицина права, все-таки системное заболевание есть. Как же еще на хрон-квадратуре тоже неофициальный врач про системное заболевание, да, и вот второй тоже, когда проверял на аппарат, а вот два аппарата, пока нет. Что есть, да. А раз есть системное заболевание, то медицина не гомеопатия, а ауапатия. В этом случае может предложить только одно. это тяжелую артиллерию, это гормоны, гормоны картикостероиды. Вам назначали? Не назначали, потому что анализы нормальные. То есть говорят, а что и гормоны назначать, да, анализы в норме, мы, мол, не можем, это получится такое гиперназначение, но такая ситуация скользкая. Бывает такое в медицине, вот у диабетиков часто, когда внешне очевидно, что диабет есть, идет, сдает анализы и все время колеблется, то есть так, чтобы диабет поставить, вроде как формальных оснований нет, а по факту понятно, что наверняка диабет уже есть. То же самое и в ваш случае. Разумеется, садиться на гормоны, дело очень такое тоже ответственное, потому что гормональная терапия помогает, но она как наркотик. Человек как единожды сев на иглу, он уже с иглы не сходит. А вы не пробовали в отдельные суставы вводить? Вам это делали? на таком местном уровне гормональная терапия? Гормонные гормоны не делали, очень воспалительные делали, голороновые циклопроги, и там еще что-то делали, какой-то сложный укол. Коллеги, если система гиалуронка не помогает, правильно, гиалуронкой не отделаешься, это нужный укол гормонов. А почему никто не попробовал гормональную руку? Ну, естественно, на уровне делали, хотим спасти, еще что-то было, но не знаю что. Наверное, не гормоны. На два года хватило? Да, а сейчас уже гормоны. Хотя бы в сустав. Я не говорю садиться на таблетки, то есть уже пить постоянно лекарство типа притнизолона, но хотя бы попробовать в сустав ввести, сейчас, кстати, многим это делают, и это дает хотя бы отсрочку, оттяжку дает, укол, полость сустава делается, гормональный. Я думаю, что системное заболевание есть, и рядом с Сатурном южный узел, и ретроградный Сатурн, у вас нет домашних животных? Нет. слава богу. Ну, вы на пенсии разговариваете. Ну, то есть южный узел вроде как поругаться нам не за что на южный узел в шестом доме. Кем вы работали, вот спрашиваете? Ну, в принципе-то я работала и в научно-исследовательском институте, и на почтовом ящике. Ну, там не было связано с чем-то. Северный, в 12-м, а чем плох почтовый ящик? связь? Связь? Ну, КГБ наше все. Я понимаю, что нельзя проводить эту связь. Ей кармически хорошо быть в КГБ. Я у меня уже вредность работала. И это с почтовым ящик? Не было вредности. У меня была нужна работа, то есть я работала с документами. Конечно. Вся не-не-не-не-не-не-не-не. Коллеги, коллеги, коллеги. И это было недолго. Конечно. Потом у меня была другая работа. Нельзя же идти против узлов. Да ей даже из ящика надо было сразу туда в сам аппарат центральный переходить. Не было предложения? Не было. Очень жаль, что не было. Шикарнейший стеллариум в 12-м доме. Солнце, северный узел, она бы на Лубянке сделала блестящую карьеру. Очень жаль, что этого было мало в вашей жизни. Мало было. Мало. Но, но, вы правы в другом. Вот в этом вы правы. Не то, что она КГБ, а то, что Сатурн, болезнь которого сейчас, он ретроградный. А это была госслужба. Ей не КГБ был противопоказан, и почтовый ящик, а ей было вообще противопоказано быть на такого рода службе. И поэтому Сатурн оказывает. Но все это дела прошлые. Ваша мама должна всегда не расставаться с квадратом Сатурна. Она должна с ним, вот не расставаться Сатурна, должен быть всегда с ней. Ну, вы понимаете отчет, то, что дочь вам дала. И нет, нет, я же чувствую, что не так. Когда вот так плохо, квадрат должен быть всегда на вас. Кожным пластырем, вы его и не чувствовать не будете, кожным пластырем по квадратам, согласны, коллеги? Ну, Сатурн напал, и как же, у кровати это мало, на себе надо носить. Те больнее. Дальше. Вам надо найти все-таки адекватного ортопеда. Адекватного. Который, может быть, попробует сделать, я понимаю, что с коленом вы уже идете на пересадку. Там, интересно, ты говоришь, через полгода второй сушат, как бы, отодобеды мы потом на очередь, на очередь, а потом, что железный человек, киборг. Кстати, я вам хотел сказать, у меня есть примеры, не переживайте. Примеры, вот она, вот сидит киборг. Два поменяла и ни одной лекции не пропускает. На искусственных суставах поднимается по лестнице лучше, чем на раздых. Не пропускает ни одного занятия. Поменяла, наша коллега, вот на первом ряду, поменяла два сустава. У меня примеры, когда поменяли больше, гораздо. Тело не в них, а в вас. Если вы не потеряете вот эту вот уверенность в себе, вы встанете и пойдете. Суставы сейчас хорошо меняют. Ну, это уже, операция стала уже ординарной. Да, это хорошо меняют. Где будете менять? Первое Градское предлагает. Первое Градское это где? Ленинский Ленинский Лев. Лев. Да, Лев. Так, Лев для рыб является шестым сектором. Ну, в общем, Даша, больница. А еще? Еще тринадцатая это Белозаводская Близнецинка. Близнецинка, да. Или рак. Там надо внимательность. Или телец, Даша. Тринадцатый Лев. Вот это не осталось Левец. Вот гиборг опытный. Хуже суставов. Коллеги, я слышал, что там суставами еще, ну, не буду сейчас подробностей, но про тринадцатую кое-что было. Нет, там хорошо ставили, но пользу. Видите, вам надо пообщаться с гиборгом нашим. Она все суставы поменяла, все знает на эту тему. Но первая градская, шестой сектор, в общем, не плома. А еще я не знаю, после тринадцатого у нас на Долгоград делал. Телец. Лечили как бы, но там где ничего не делали. Да, ничего не делали. Да, они предлагали эту же операцию, но у них кода закончилась. Кода у них и не начиналась. А не только закончилась. Да, я думаю, что я думаю, что вам надо пока вы готовитесь к операции, все-таки попробовать найти хорошего ортопеда и попробовать сделать инъекции. Инъекции, да, гормональный укол. Ну, смотрите, Луна идет по-четвертому, все относительно неплохо. Вот тут операция? Где, когда? Ну, в принципе, может быть, даже недели через сделать ночь. Ага. Ну, у нас, вот, подождите, коллега, не то, не то, не то, секунду. Я же, да, у нас же под Степаненко было, сейчас, вот, ноябрь, да, вот давайте посмотрим. Все, уже по-пятому, это еще лучше. Да, все хорошо здесь. Правда, без курса уже, наверное, но все хорошо. Но если меня возьмут в первый раз, то есть, как, подучи ездить в классах, можно да, соглашаться, и дочь подберет вам идеальный день для операции, чтобы согласовать с хирургом. Нет, мы сейчас слушаем. Не, 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 они послушают. Они послушают, надо просто проверить, хорошая ли дата. Может быть, она будет сразу хорошей, не обязательно плохой. Плохих дат меньше, меньше. Поэтому, скорее всего, все будет нормально. Ну, а вдруг плохая дата, ну, это предмет переговора. с врачом, это предмет переговора. Я желаю вам удачи. Налепите квадрат. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер, Александр. Александр. Итак, у нас в гостях Александр. Александр, когда вы родились? 22 апреля, 2000. Сейчас, секундочку, извините. А 22, да, мы любим эти даты, апреля, 2000, время рождения? 20, 25. 20, 25, и место? Москва. Москва. Замечательно. Но только, коллеги, не забудем вернуть плацидус. А то у нас равнодомная система, нам нужно, мы ее руками включали, поэтому руками выключаем. О, как интересно, асценденту Александра в 30-м градусе весов. Оставим в весах или переведем в скорпион? Оставим в весах. Копточка розовая. Оставим в 30-м. На скорпиона он тоже немножко похож. Но, да, мы же всегда обращаем внимание на, так сказать, аксессуары, и я думаю, что время правильное, я бы оставил асцендент в 30-м градусе весов. Вообще, это же такая важная тема. А я, когда этот курс вот в июне объявляю для второкурсников, никто не приходит на вот эту вот тему, когда мы должны проверять асцендент, а это же самое главное. От этого все меняется. Александр, вам слово, пожалуйста. Какой у вас вопрос? Ну, хотелось бы понять, какой у меня опусте работать. Вам а вы с кем пришли? С мамой. Мамой. Да, я просто хотел сказать, что мама тоже наша как раз коллега сейчас на втором курсе у нас. Вам очень-очень повезло с мамой. Вы окончили школу. И что сейчас? Вы где-то учитесь, работаете? Я учусь в университете. В каком? В финансовом университете. На экономиста, да? Вы на первом курсе университета. На втором курсе университета. Сначала я учился, я два года назад закончил школу. Сначала учился в одном университете, сейчас перебыв перешел. Вы перепоступали или перевелись? Перепоступал. Перепоступал. А первый университет это что было? Синергия, экономика, банковское дело. Ну, и хорошо, что перепоступили, и хорошо, да, не будем углубляться. Но меня что только смущает? Ну, восьмой дом. Да. Если бы да колесо фортуны, но оно во включенном знаке. Ну, если бы вот Марс бы сюда подвинуть, и мы бы тогда против экономики ничего бы не имели. А так у нас что получается? Восьмой дом пустой, управителем С в седьмом стоит, седьмой тут насыщенный. Очень насыщенный седьмой дом. Венера в шестом вовне, но пятый пустой. Тут творческая могла бы быть профессия. Венера вовне, как у Елены Григорьевны, только не Ветроград. В шестом Альмак на Юпитере. Альмак это звезда творческих личностей, но пятый пустой. Тоже нельзя поступать, учиться в творческий пустой. У вас вообще есть творческие увлечения какие-то? Да нет. Нет, ну и хорошо. Не ладно. А почему вы решили быть экономистом? Честно, отец сказал. Ну, то есть, это не ваш выбор? Ну да. А отец видит вас потом у себя, ну, чтобы вместе работать? Честно, не знаю, возможно. А он чем занимается? Ну, в какой сфере? Тоже экономика. Ну, это банковское дело или это что? Экономика производства. По-моему, лейтеная промышленность. Пустой двенадцатый. Двенадцатый. Пока, пока как-то все не складывается. Если бы двенадцатый дом был не пустым, мы бы одобрили учебу на экономиста, зная, что он потом все равно будет там не чистой экономикой заниматься, а двенадцатым домом. Но у нас двенадцатый дом пустой, хотя отец мне нравится, коллеги. М. С. Вольбек. Он управитель. Да, в священном градусе третьей тельца. И вот в таком скоплении, между прочим, по Птолемею Александр, а, Марс мешает, а так бы он дал отцу раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, но все равно восемь баллов счастья. Отцу восемь баллов, то есть отец взлетел, а маме дали три балла счастья. Маме и там хватит. А отец взлетел после рождения Александра, это у меня вопрос к маме, его биография, вы вместе или вы вместе, биография вашего мужа должна была пойти после рождения. Это единственный ваш сын? Нет, еще дочка есть. Младшая? Да. А сколько между ними разница? Девять лет. Девять. Вот за эти девять, правда, мы не знаем, может, у дочки тоже хорошо, но как минимум, за эти девять лет, от рождения Александра до рождения его младшей сестры, ваш муж должен был сильно спрогрессировать в карьере, в деньгах, в статусе, во всем было или нет? Было. Вот оно. Гороскоп сына поднял отца 8 из 10 баллов. То есть благополучие папы ваша заслуга. Хотя папа в это, конечно, не поверит, но астрологически это так. Коллеги, я сейчас меняю свою точку зрения. В каком смысле? Солнце в священном градусе, управителем С, наверное, здесь надо не самим что-то, а пока жить по указанию папы. Потому что угловое солнце по принципу папе виднее. И папа плохого не посоветует. Вам нравится учиться? Ну да. Вы сейчас на втором, да? На первом. А, да, вы же перепоступили. Но вы не забираетесь там бросать что-то там? Да, вроде нет. Нет. А первая сессия только будет? Да. Ну, вы готовитесь? Да, без проблем с нами. Без проблем с нами. Молодец. Северный девятый. Нам монкировать вузами-то нельзя. Нам один уже бросили, второй узлы могут и 18 лет сейчас. Александр, вам сейчас самое главное хорошо учиться. Вот, чтобы все сложилось, сейчас самое главное это хорошо учиться и во всем слушаться папу. Потому что папа мощный. И у нас, смотрите, прогрессивно идет по десятому дому. Да, там вообще очень хорошо. А работать вы пока не работали нигде вот еще. И не официально работал. Работал. Но вот я к чему говорю. Если, например, но только если это учебе не будет придеть, если весной папа ну или кто-то предложит вам поработать параллельно с учебой надо соглашаться. Хорошо. Если захочите, если вам это понравится, тригон прогрессивной Луны к Солнцу хорошо поработать или поучаствовать в каких-нибудь олимпиадах в рамках вуза как-то себя проявить. Как-то себя проявить. А скажите, в школе вы когда учились там Южный Узел рядом с Никуном в классе не было каких-нибудь алкоголиков ну товарищей заучеников наркоманов. Алкоголики были. Алкоголики были. А наркоманов не было? Частлив может и были, но Александр не знает. Но как минимум алкоголики должны были быть, потому что в третьем доме Южный Узел и рядом с Нептуном и Алголь есть в принципе в Караскопе. В принципе есть Алголь, но школа по счастью позади. Коллеги, или у меня дожавюк? Луна в соединении с Плутом. Это по-моему уже третья. Третья карта сегодня и это все разные даты и года рождения. Луна в соединении с Плутоном идет. Или я что-то перепутал. По-моему, это третий уже сегодня городской. Но что-то в этом есть. Значит, слушаться не только папу, но и маму. Да, слушаться и маму тоже. Александр и тата-то какая, конечно, 22-й татар. Давайте пожелаем Александру больших успехов, чтобы в будущем он достойно солнца, достойно продолжил дело своего отца. Есть у вас еще вопросы? Нет? Нет? Все будет коротко. Да, это наш тоже коллега, слушатель Иван. Иван, о ком мы будем говорить? Натива зовут Виктория. Виктория. Когда она родилась? Виктория родилась 28 февраля. Да, хорошая дата. 71 года. 23 50 и место в городе Кемерово. Город Кемерово. А Виктория где живет сама сейчас? Сама в Сочи. О, хорошо. Виктория сейчас уже живет в Сочи, но родилась в Кемерово. Коллеги, люблю эту дату. Конечно. Люблю, потому что почему? День рождения школы. 28 февраля. Вот такая у нас нептунианская сумасшедшая школа. Рыбы рыбы первой декады. 28 февраля 95 года был подписан исторический документ об открытии, о создании точнее школы в этих стенах. И 24 года уже, скоро 24 года. Какие у вас вопросы про Викторию? Пожалуйста. Я думаю, по вопросу Виктории можно как раз по сегодняшней теме построить Винусар и дать ответы. Ее интересуют вопросы, связанные с личной жизнью и с денежными средствами. Винусар все по теме Венере. Табличка с вами? Вот и давайте продемонстрируем, что занятие прошло недаром. Построим Винусар, но для начала краткий комментарий. Она не замуж? Нет. Нет. Коллеги, ну вот смотрите, у нас Венера в третьем, Луна в шестом 75 процентов и Сатурн в седьмом. То есть, конечно, для Виктории и она на семидесятнице. И не была замуж? Была-была. Была, но в разговор. Ну, классика жанра. Да. Часть семидесятников вообще ни разу, а часть уже давно разрушила. Все в общем, как мы с вами знаем. Но брак вы должны как астролог в любом случае сказать, чтобы она к официальному браку не стремилась. Сатурн стоит в седьмом доме. Разве только что как с Вагановича найти. Какого-нибудь с квартирой в первом зачастинском переулке. Это вот разве что только так. Значит, Венера у Виктории утренняя, директная. Давайте перепишем. А у нас Кемерово. Да, у нас Кемерово, коллеги. Нет времени переключать. У нас Кемерово. Венера утренняя, директная и расстояние огромное, ну и лонгированное. Расстояние Венеры от Солнца 43 градуса. Это вот тот случай зеленоранней любви, когда она еще девочкой, дошкольницей была ребенком. И Венера вдруг проснулась и она даже не знала, что. Она Афродита? В каком смысле? Четвертый день. Четвертый лозный день. А, Фаса! Нет, не Афродита, а Артемита. Да. Афродита это Венера. А Артемида это первая Фаса. Да, это первая Фаса. Детей у нее нет? Сын есть. все-таки Артемида, да. Ребеночка, ребеночка все-таки родила, чтобы не быть одинокой. Так, поехали. Строим Венуса. Венеру вы переписали. Утренняя, директная, элонгированная. Строим Венуса через графики аспектов. Ну вот я снова возвращаюсь в транзиту, активирую Венеру и Солнце, дезактивирую всех, кроме Венеры, натальные планеты и выключаем дома знаки. У нее день рождения февраля, поэтому, чтобы не пропустить Венусар, я бы заказал вообще, например, декабрь 17-го 17-го 17-го. Хотя, коллеги, тут скоро уже и день рождения. Ну, давайте на этот год пока посмотрим до следующего Венуса. Итак, декабрь 17-го. Сейчас мы увидим, когда у Виктории в этом году не следующий, а пока еще этот. О! Вот оно! Вот оно, коллеги, то, о чем я собирался рассказывать только на следующем занятии. Увидели? Вот оно, Малиновое весло, как вот у тех вот с ума сошедших по Меркурию, которых я вам приводил примеры в прошлые разы. Вот оно, Венера и Солнце транзитные посетили натальную Венеру почти одновременно. Но, коль уж так сложилось, раскрою теорию. Когда такое на графике Венусара, это обычно означает или появление в этом году у человека большой суммы денег, с которым он даже не знает, что делать. Ну, например, там, квартиру продано или, ну, что-то, или большая премия получена. Да хоть в лотерею выиграть, неважно откуда, но на человека это раз в жизни такое бывает, на человека падает большая сумма денег или, или начинается сумасшедшая любовь. Если вот такое на графике Венуса. Я не знаю, знаете ли вы подробности из жизни Виктории, что-то из указанного имело место? Ну, я думаю, самые большие денежные уже приходили к ней ранее. В этом году. В этом году как раз-таки нет, последнее время, но все идет на одном уровне и не... Тогда любовь. Тогда любовь. в ее жизнь должна прийти очень сильное чувство. Или большая сумма денег, или очень сильное чувство. Давайте построим Венусар. Запишите, пожалуйста, 16 января он включится в 9.22. 16 января нет, а солнце... А, да, вы правы, простите, я не то диктовал. 15 января час 35. Я солнце диктовал, вы правы. Итак, Венусар включился 15 января этого года в час 35. Все-таки суммы, может быть, после этой даты приходили или до больших. Конкретно в этом году? Да. Конкретно в этом их не было, но они пришли, можно сказать, много лет назад. Когда она начала бизнес? Не то, не то. Значит, значит, либо они сумма еще до Венусара же еще, у нее следующий Венусар, но она в конце февраля родилась, где-то там январь, февраль, март, еще время остается. Это целый год действует, как соляшка. Либо сумма еще упадет на нее, либо в ее жизнь придет очень сильная любовь. лета. Прямо . В калинь. Вы как-то края держите, и фурма шлуп упала, и сильная любовь пришла. Так, какую я вам дату продиктовала? 15 января, а время час тридцать пять это я строю венуса город сейчас не важен потому что мы дома не смотрим мы же смотрим что только солнце с Венерой Венера вечерняя директная рядом с солнцем кстати то что рядом вы еще на графике видели потому что там же все совпало Венера вечерняя директная рядом с солнцем записали? обращаемся к таблице жизни итак сначала давайте определим какой номер Венеры в натальной карте вот сверху вниз соответствует гороскопу Виктории у нее Венера была утреннее элампированная и директная вторая все поняли как работать со смайликами? сначала находишь свою Венеру Наталью дальше находишь только вот тут уже Венеру из Венусара она там вечерняя директная и рядом с солнцем троечка 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 да в Венусаре троечка в Наталье двоечка что-то не так не в своей тарелке то есть что-то сейчас это не худший смайлик не худший он такой улыбается но он вниз головой да он перевернутый называется ощущение ты себя чувствуешь как не в своей тарелке если это про любовь то это значит что она или в нее или она или обоюдное чувство полюбила но она не знает что с этим делать не в своей да как будто перевернулась не знает что с этим делать а если такое состояние уже длится какое-то определенное время может быть отправная точка именно да да и оно будет длиться до включения следующего венусара когда он включится можно проверить на компьютере это уже в девятнадцатом году где-то там произойдет январь февраль но она сейчас не в своей тарелке поэтому она нуждается в вашей астрологической помощи в вашей консультации вот видите коллеги какая полезная стука венусар но еще и тенг не исключаем которые могут на нее развалиться не исключаем но вот так замуж чтобы не выходило в любом случае день рождения так спасибо спасибо большое так коллеги и у нас еще день рождения кого мы сегодня поздравляем скромную нашу вот же она наша поздравляем как вас зовут Наталья ну что вы так стесняетесь вы же много лет с нами сколько лет 6-7 ну по-моему даже больше Наталья с нами давно Наталья когда училась на младшем